Итак, коллеги, всем еще раз добрый вечер. У нас с вами сегодня небольшой семинар «День открытых дверей», посвященный теме Java-разработчика. Кто это такой и какими знаниями он должен обладать. Но для начала я представлюсь. Меня зовут Шуйков Сергей Юрьевич. Я являюсь ведущим преподавателем в учебном центре «Специалист». Веду курсы по программированию на разных языках, в том числе и на языке Java, на платформе Java. Рассказываю про сам язык, про библиотеки, фреймворки, которые используются при создании приложений на Java. Итак, давайте поговорим о том, кто такой вообще Java-разработчик и что он должен уметь для того, чтобы носить такое гордое звание. Для начала, что такое вообще Java? Когда мы говорим о Java-разработчике, понимается, естественно, человек, который умеет программировать, а разработчик – это в первую очередь программист, на одном или нескольких языках и умеет использовать инструменты этого языка, библиотеки, фреймворки и так далее. Что же такое Java? Java – это в первую очередь объектно-ориентированный язык программирования, созданный еще в далеком 1995 году. То есть Java уже под 30 лет, а через пару лет будет уже 30. Создавался Java как язык на базе C-подобных языков, в первую очередь C и C++. Ну, в отличие от того же C++, он создавался не как надстройка над существующим языком, а как полностью самостоятельный язык, что позволило разработчикам этой платформы, этого языка, избавиться от множества, скажем так, рудиментов, которые тот же C++ получил от языка C, заголовочные файлы и так далее. Это первая его особенность, которая заключается именно в том, что сам язык достаточно простой. Если брать синтаксис языка, то он, в принципе, достаточно простой. Вторая особенность языка заключается в том, что в отличие от программ, написанных на C++, программа на Java не переводится в машинный код, а переводится в специальный промежуточный байт-код, который будет выполняться в так называемой виртуальной машине. Смысл этой промежуточной виртуальной машины, машины, которая называется Java виртуальной машиной или Java VM, в том, чтобы обеспечить Java коду кроссплатформенность. Кроссплатформенность – это такой святой грааль для многих разработчиков, то есть способность приложения без переделывания, а в идеале даже перекомпиляции, работать на разных платформах, разных аппаратных платформах. Одна из целей, которая ставилась перед разработчиками Java, была именно кроссплатформенность. Эти особенности, ну и некоторые другие, позволили Java уже в конце 90-х годов прошлого века завоевать очень большую популярность. То есть если вы откроете рейтинги языков программирования, причем даже построенные по разным критериям, вы увидите, что Java входит в первую тройку. На самом деле во многих рейтингах Java стоит на первом или втором месте. Фактически Java делит первое место с языком C, но язык C является языком системной разработки. На C написаны практически все современные операционные системы. А Java выступает номером один как язык прикладной разработки, то есть разработки, призванные решать задачи конечных пользователей. Причем надо отметить, что Java стал такой популярной достаточно быстро. Уже к началу нулевых годов она вышла на первые строчки. В свои лучшие годы, кстати, она занимала примерно 25% рынка, то есть фактически четверть приложений в мире писались на Java, что является очень серьезным показателем. Сейчас, конечно, многие разработчики, особенно молодые, считают, что Java это старый язык, действительно там 28 лет, по меркам IT-индустрии это очень много. Но, во-первых, на Java написано огромное количество кода, в разработку которого вложены, я не побоюсь сказать этого слова, миллиарды денег. И, соответственно, для Java разработчиков работа найдется всегда. Во-вторых, надо иметь в виду, что даже какие-то более новые языки, которые сейчас, например, создаются или были созданы в последние годы, они все равно так или иначе ориентируются на Java и ее наследие. Например, многие новые языки, программа на них все равно компилируется для работы в той же виртуальной машине Java. Как я уже сказал, сам по себе язык достаточно прост. И, кстати, многие критики об этом тоже говорят, что в Java, даже в современной Java отсутствуют многие интересные новшества, которые появились в языках, созданных позже. Например, конкурент Java C-Sharp, появившийся пять лет спустя, в 2000 году и так далее. Некоторые другие языки. И в них уже есть синтаксические конструкции, которые в Java посчитали не нужны добавлять. То есть, да, язык достаточно прост, но нужно понимать, что для разработчика знание самого языка, конечно, обязательная вещь, но далеко не единственная. Если мы говорим о современных разработчиках, не менее важным является знание инструментов, сред разработки, инструментов командной работы и знание библиотек и фреймворков, которые используются в конкретном проекте, над которым работает команда данного разработчика. Благодаря вот такой высокой популярности самого языка, естественно, что Java-разработчики, Java-программисты, они достаточно широко востребованы. Как мы с вами сегодня посмотрим, Java-приложения в первую очередь ориентированы на обработку большого количества пользовательских запросов. Это, например, банковские системы, системы страховых компаний. Поэтому к Java-разработчикам предъявляют очень высокие требования, касающиеся не только, собственно, программирования, но и знания архитектуры приложения, паттернов объектно-ориентированного программирования, умения, соответственно, понимать и даже писать техническую документацию и так далее. Естественно, что знание языка подразумевает, поскольку это объектно-ориентированный язык, знание языка подразумевает уверенное владение принципами объектно-ориентированного программирования, умение писать, вернее, умение читать чужой код, в том числе код, написанный с использованием шаблонов объектно-ориентированного программирования, или, как говорят, паттернов, умение работать в команде, потому что если мы говорим о профессиональной работе, то над проектами обычно работает не один разработчик, а работает команда, и понимание принципов организации командной разработки, оно также важно для того, чтобы человек мог успешно в эту команду влиться. Поскольку Java как язык, как платформа используется очень часто для построения крупных информационных систем, то, конечно, Java-разработчик также должен уметь работать с базами данных, то есть понимать, какие существуют виды баз данных, там религиозные базы данных, базы данных новой SQL, знать, как с ними взаимодействовать, скорее всего, уметь писать какие-то запросы на языке SQL, и владеть библиотеками, которые помогают в построении информационных систем. Какие же существуют основные направления, где Java применяется в первую очередь? В современном мире можно выделить два направления. Это Java Backend Developer, это разработчик-программист, который занимается созданием серверных приложений, которые часто работают в распределенном режиме на облачных решениях, в облаках, и эти приложения реализуют различную бизнес-логику, занимаются обработкой данных, работой с базами данных и прочее. То есть это такой уровень приложений, который, с одной стороны, скрыт от конечных пользователей, потому что те части приложений, с которыми взаимодействует конечный пользователь, называются front-end. А Backend – это то, что стоит за front-end и обеспечивает функционирование front-end путем реализации бизнес-логики, обычно в виде набора служб, работающих на различных серверах, взаимодействующих с базой данных. Это, наверное, самая сложная такая область применения для платформы Java, но именно с этой области, на самом деле, Java и начала завоевывать популярность. То есть еще с конца 90-х годов, начала нулевых годов, Java стала использоваться для построения крупных информационных систем, как я уже говорил, банковских решений, страховые компании, авиакомпании и так далее. Они еще с тех времен активнейшим образом Java начали использовать и продолжают, собственно, использовать до сих пор. Почему они так полюбили Java? Java фактически реализует такой очень удачный баланс, особенно это было заметно, когда Java появилась. Баланс, с одной стороны, удобства создания приложений, то есть Java позволяет разработчику ориентироваться на бизнес-задачи, меньше думая о каких-то технических особенностях функционирования приложения, в отличие, например, от разработчика на CC++. С другой стороны, Java благодаря виртуальной машине обеспечивал достаточную производительность, например, по сравнению с интерпретируемыми языками. Поэтому и говорят, что Java обеспечивал такой замечательный баланс, и благодаря этому балансу между удобством разработки и производительностью она и, в общем-то, завоевала популярность. Итак, первое направление – это бэкэнд-девелопер, то есть разработка серверных решений. То есть если вы откроете вакансии, то многие вакансии для Java-разработчиков, это именно разработка серверных решений, ну, может быть, поддержка существующих, потому что, как я уже сказал, на Java создано огромное количество решений, которые продолжают функционировать до сих пор и которые нужно поддерживать, исправлять ошибки, развивать и так далее. Второе направление, более новое, оно появилось во второй половине нулевых годов – это разработка мобильных приложений. когда появилась операционная система Android, она была выпущена компанией Google как конкурент iOS, iOS – операционная система айфонов, айпадов, у нас как раз в середине, вернее, во второй половине нулевых годов появилась. Так вот, когда Google выпускал Android, он для того, чтобы догнать компанию Apple с его айфоном, предложил разработчикам для создания мобильных приложений использовать язык Java. Конечно, сама платформа Android, она отличается от, допустим, платформы, на которой работает Java-приложение на серверах. Хотя язык, конечно, тот же самый, но набор библиотек в значительной степени отличается. Но базовые библиотеки Java, они используются и там, и там. Поэтому, кстати, Google и выбрал Java изначально, тогда во второй половине нулевых годов, как платформу для создания приложений под Android для того, чтобы просто перетянуть максимальное количество разработчиков, которые уже были знакомы с платформой Java, как платформой в первую очередь создания серверных решений, перетянуть их в область разработки мобильных приложений. И, в общем-то, такая ставка на Java, она удалась. К нынешнему моменту Android занимает, наверное, 80% уже рынка, ну, 70 или 80, я сейчас уже не помню точно, рынка мобильных операционных систем. Конечно, сейчас под тот же Android можно создавать приложения и на других языках, допустим, Kotlin, C Sharp и так далее. Но, опять же, эти языки, они тоже появились не сами по себе, а как своего рода такие конкуренты и продолжение той же самой Java. Если мы говорим про бэкэнд разработчиков, конечно, там тоже есть конкуренция со стороны других платформ, например, со стороны платформы Windows, .NET, .NET Core с языком C Sharp. Однако, если мы посмотрим по вакансиям, то количество вакансий для Java разработчиков очень велико. При том, что уровень зарплат примерно сравним, допустим, Java разработчиков, разработчиков .NET, то количество вакансий и у нас, и на Западе, оно для Java разработчиков гораздо больше, потому что количество кода написанного на Java, которые требуют поддержки, очень большое. При этом Java, являясь универсальным языком программирования, в принципе, позволяет создавать и любые другие приложения. То есть, точно так же на Java можно создавать и веб-приложения, хотя это реже встречается, но тем не менее встречается. Чаще это даже не классические веб-приложения, а веб-сервисы, которые используются, допустим, веб-приложениями, написанными на стороне клиента с использованием того же JavaScript и так далее. Можно на Java создавать и классические оконные приложения, как их называют, десктопные приложения. Для этого существуют различные библиотеки, Swing, JavaFX. Причем преимущество в том, что мы сохраняем свойства кроссплатформенности. То есть, одно и то же приложение у нас, в принципе, допустим, дисктопное, единожды написанное, может работать в разных операционных системах, например, и в Linux, и в Windows. И выглядеть будет примерно одинаково. И самое главное, минимизировать таким образом затраты на разработку. Не нужно будет дважды одно и то же приложение писать под разные операционные системы. Какими же конкретно базовыми навыками должен владеть разработчик Java? То есть, если мы с вами откроем, например, какие-то вакансии, что там будет написано и что это означает? Ну, во-первых, само собой подразумевается, что Java разработчик владеет тем, что называется Java Core, ядро джавы, что под этим подразумевается? Ну, во-первых, сам язык, сам язык оператора самого языка и принципы объектно-ориентированного программирования. То есть, конечно, разработчик Java должен прекрасно понимать, что такое классы, объекты, поля, методы, конструкторы, понятие наследования, полиморфизма, инкапсуляции на этих понятиях держатся ООП. Понимать некоторые там особенности самого языка Java, например, так называемые дженерики и уметь работать и использовать базовые библиотеки Java. Например, работать с основными коллекциями, работать с библиотеками ввода-вывода и так далее. Если мы говорим о серверной разработке, то, конечно, от разработчика требуется обязательно знание многопоточности, потому что серверное приложение это в большинстве случаев многопоточное приложение, когда задачи на сервере выполняются параллельно. Параллельная многопоточность это очень большая сложная тема, неважно на каком языке программирования. Вы пишете код. И в Java есть и встроенные средства для реализации многопоточности, встроенные в сам язык, и различные библиотеки, расширяющие ваши возможности. Также считается очень хорошим тоном знание принципов или основ функционального программирования. Дело в том, что 8 лет назад, в 2015 году, вышла 8-я Java, где появилась возможность базовые принципы функционального программирования применять. Появились так называемые лямбда-выражения, которые мы, конечно, тоже изучаем. И в некоторых ситуациях это позволяет сделать наш код гораздо более простым с точки зрения и написания, и чтения. Еще одна обязательная область, я это уже упоминал, это паттерны объектно-ориентированного программирования или, как их обычно называют, шаблоны. На самом деле, даже по-русски часто называют именно паттерны. Паттерны – это описание решения часто встречающихся задач, описание их решения с помощью набора классов, интерфейсов и так далее. Самые по себе паттерны ООП, они не привязаны к конкретному языку. Так или иначе, они могут быть реализованы и на C++, и на C-шарп, и на PHP, то есть на всех языках, где есть поддержка объектно-ориентированного подхода. Ну и, естественно, естественно, паттерны ООП могут быть реализованы на Java, и они успешно реализуются в различных библиотеках, фреймворках. И знание этих паттернов, а их на самом деле общее количество больше сотни, но есть около 20 с лишним базовых паттернов, вот их знание для профессионального разработчика также является обязательно, просто потому что сами названия этих паттернов фактически являются таким жаргонным языком среди разработчиков, который позволяет им очень быстро понимать архитектуру приложения, с которым они работают, и принципы его построения. Я также уже упоминал, что если мы говорим о построении каких-то информационных систем с использованием Java, то, скорее всего, мы будем работать с базой данных. Для этого в Java, конечно, есть, во-первых, базовый уровень, штатная библиотека JDBC, ну и множество надстроек над ней, допустим, объектно-реаграционные расширения, гибернейт, Java Persistence API и так далее. и умение работать с этими библиотеками также является обязательным. Если мы говорим о создании настольных приложений, настольных приложений, то я уже упоминал, а библиотека JavaFX, она является основой для создания таких приложений. Кроме, собственно, знаний самого языка и общепринятых библиотек, для этого языка разработчик, конечно, должен уметь использовать среду разработки. Сейчас большинство разработчиков используют интегрированные среды разработки, которые включают в себя и текстовый редактор, и капиллятор, и отладчик, и множество других средств. Для Java таких средств разработки существует достаточно много, но из наиболее популярных, среди которых, с которыми вы наверняка встретитесь, это Eclipse, IntelliG, идея компании JetBrains, NetBeans, Apache NetBeans. Также, если мы говорим о профессиональной работе, обычно требуется знание средств сборки, то есть это специальные инструментальные средства, которые автоматизируют сборку нашего приложения, загрузку и подключение нужных библиотек из интернета и так далее. Для Java можно использовать различные системы сборки, их тоже существует достаточно много, но наиболее популярные, наиболее часто встречаются это Maven и Gradle. Maven такой, более старый вариант системы сборки, долгое время считался, да и до сих пор считается таким стандартом де-факто для Java, но Gradle более новый, более гибкий. вариант такой системы сборки. Ну и, наконец, если мы говорим о командной работе, то, конечно, для разработчика обязательно знание систем контроля версий. Сейчас стандартом де-факто является система контроля версий GID. Очень гибкая система, которая позволяет управлять версиями вашего проекта для практически любой команды. очень хорошо масштабируется. Это может быть ваш собственный проект, где вы являетесь единственным разработчиком. Это может быть проект, в котором трудятся десятки, а то и сотни людей. Система контроля версий обеспечивает, во-первых, надежное хранение вашего исходного кода, и вторая важнейшая задача, это как раз организация совместной групповой разработки. Вот эти базовые навыки, базовые знания, они обязательны для любых разработчиков, в какой бы области вы не программировали на Java, разработка настольных приложений, приложений под мобильную операционную систему Antroid. Да, вот эти знания, они важны для всех. Если же мы конкретизируем, допустим, направление backend разработки на создание серверных приложений, то здесь, конечно, вам потребуется знание архитектуры современной серверной приложений, архитектуры, основанной на сервисах, на слоях, очень популярная сейчас архитектура микросервисы, и, соответственно, знания библиотек, фейнбурков, которые позволяют вам приложения с заданной архитектурой создавать. В первую очередь для Java это два фреймворка Enterprise, Java, Binz, сейчас она называется уже Jakarta. И второй, более популярный вариант, это Spring. Соответственно, какие-то немножко конкурирующие фреймворки Jakarta, Spring. Но, опять же, если посмотреть по вакансиям, то Spring встречается в требованиях в разы чаще, чем тот же EGB, или, как ее правильно сейчас называть, Jakarta. Я уже упоминал, что, если мы говорим о информационных системах, серверных решениях, то, скорее всего, у нас есть там база данных, и нам понадобится какая-то библиотека для работы с этой базой данных. Если речь идет о революционных базах данных, очень часто используются объектные надстройки над ними. Для Java наиболее часто используемый является Gebernate. Мы на наших курсах как раз тоже его используем при работе с базой данных. Если же это NoSQL база данных, то есть нереолюционные базы данных, тут на самом деле очень широкое поле. Как пример можно привести такую базу данных как MongoDB во многих проектах и, соответственно, во многих вакансиях это тоже встречается. Кроме этого, если мы говорим о каких-то серьезных проектах, там используется множество дополнительных библиотек, фреймворков, ну, например, те же фреймворки тестирования, автоматизации тестирования, простейший из них G-Unit, есть и некоторые другие, которые позволяют вам создавать так называемые юнит-тесты, то есть модули, которые занимаются тестированием функционала вашей основной программы и внося изменения в вашу программу, вы всегда можете эти тесты запустить и убедиться, например, что вы ничего не сломали. Есть различные библиотеки, обеспечивающие журналирование, обеспечивающие, например, безопасность, часто они являются частью какого-то более общего фреймворка, допустим, в том же Spring есть модули, которые так и называются Spring Security и позволяют, например, разграничивать доступ в рамках вашего приложения и так далее. Кроме баз данных, очень часто в больших распределенных системах используются механизмы очередей сообщений, MessageQ так называемый. Опять же, для Java есть различные решения, там, RabbitMQ, Kafka и во многих проектах знание и умение работать с такими очередями тоже является обязательно. Если мы говорим о втором наиболее популярном направлении андроид разработчика, то здесь, конечно, ситуация немножко отличается, то есть язык, конечно, вы используете тот же самый, то есть все, что я говорил в базовых навыках, но за исключением разве что какого-то Java FX, но также нам требуется, но нужно понимать, что при разработке под Android, мы используем собственные библиотеки Android, архитектура которых отличается от того, что у нас работает на сервере, на десктопе. Во-первых, в значительной степени Android приложение, это в первую очередь пользовательское, конечно, приложение, то есть здесь в первую очередь речь идет о проектировании пользовательского интерфейса, использование правильных механизмов юзабилити, то есть создание такого приложения, чтобы им было удобно пользоваться, используя, допустим, маленький экран смартфона или экран планшета, поэтому при изучении этого направления, создание приложений, мобильных приложений под Android очень много времени уделяется как раз вопросам проектирования пользовательского интерфейса, использования правильной архитектуры при построении пользовательского интерфейса, например, шаблоны MSI, Model View Controller, очень популярный при проектировании той части приложения, которая отвечает за непосредственное взаимодействие с пользователем. также для мобильного приложения очень важно знание многопоточности, причем с особенностями именно Android, там есть особенности, без которых, без учета которых ваше приложение может оказаться неэффективным, а также умение использования различных сервисов специфичных для именно Android, так называемые обещательные приемники, которые, например, позволяют приложениям, различным приложениям на телефоне взаимодействовать друг с другом, опять же, использование локальных хранилищ, того же из Кольлайта для хранения локальных данных, работать с локальными файлами, умение работать с телефонными библиотеками, с камерой, звуком, различными сенсорами, которыми напичканы современные мобильные телефоны, потому что тот же Google при размещении приложения в Google Play, особенно при выходе, например, новой операционной системы, при добавлении какого-то нового сенсора, очень любит, когда разработчики в приложении эти возможности, новые, появившиеся в очередной версии операционной системы, начинают задействовать, и они выводят эти новые приложения в топ, позволяя таким образом разработчикам сделать приложение более популярным, ну и соответственно побольше заработать. Но точно так же я для Android разработчика конечно важно знание сред разработки. Обычно при разработке под Android используется среда Android Developer, которая фактически является модифицированным вариантом среды IntelliJ. также используются системы сборки для подключения различных библиотек. Также нужно понимать, что многие Android приложения и вообще мобильные приложения, они не просто работают на телефонах, планшетах пользователей, а они взаимодействуют с серверной частью. Допустим, вы разрабатываете какую-нибудь там многопользовательскую игру. вроде бы это мобильное приложение, но ведь пользователи хотят взаимодействовать друг с другом, если это многопользовательская игра, это значит, что в вашем проекте будет серверная часть, с которой ваше мобильное приложение будет взаимодействовать. Ну и скорее всего вы будете серверную часть также разрабатывать на Java. Поэтому тут нельзя сказать, что например направление Android разработки никак не пересекается с серверной разработкой, а очень часто пересекается, очень часто для эффективной работы мобильного приложения и вообще для его работы необходимо наличие серверной части, которая тоже должна быть на чем-то написана. Ну и если это делают те же самые разработчики, обычно это именно так, то естественно они используют тот язык, ту платформу, с которой уже знакомы, то есть платформа Java. вот мы с вами осветили те требования, которые очень часто встречаются в вакансиях для разработчиков Java. Вопросы какие-то есть, коллеги? что-то нужно еще рассказать? у нас с вами есть еще один спикер, наш карьерный консультант, давайте я передам ей сейчас слово, сделаю презентером. добрый вечер уважаемые слушатели, спасибо, что остаетесь с нами, сейчас я загружу свою презентацию, так, сейчас одну секундочку, так, как меня слышно, видно, видно ли презентацию, можно плюсики, пожалуйста, в чатик, вот, большое, Илона, Анна, спасибо большое, итак, уважаемые слушатели, я бы хотела напомнить для начала, что для всех участников неоткрытых дверей действует промокод на скидку при покупке дипломной программы Java разработчик, но об этом в конце нашего мероприятия, поэтому оставайтесь с нами, итак, план моего выступления на ближайшие 10 минут, я расскажу про программу поддержки трудоустройства наших выпускников учебного центра специалист, расскажу о ситуации на рынке труда, рейтинге языков программирования, уровне заработной платы Java разработчиков, а также расскажу о том, что может вас ждать на собеседовании и как к нему можно подготовиться. Итак, в нашем учебном центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные консультации, помощь подготовка резюме, подготовка к собеседованию, бесплатный курс по трудоустройству, мы об этом чуть попозже, также у нас есть сервис по сбору вакансий и стажировок от наших партнеров. Итак, если сейчас среди наших слушателей есть выпускники нашего центра, обучавшиеся за свой счет, вы можете сфотографировать QR-код и записаться на карьерную консультацию слева. Кроме того, если вы, ваши близкие, знакомые, находятся сейчас в поиске работы, то для абсолютно всех желающих у нас есть бесплатный полноценный курс по успешному поиску работы трудоустройства, можете отсканировать код или возможно сейчас пришлют чуть попозже ссылочки в чат, чтобы было удобнее. Повторюсь, это бесплатный полноценный 8-часовой курс, как разработать резюме, как пройти собеседование, как написать сопроводительное письмо и так далее. Общая ситуация на рынке труда по данным портала HeadHunter за апрель 2023 года на самом деле по сравнению с мартом уже улучшилась, потому что в России в целом и по Москве в частности прирост вакансий составил, как вы видите, дискретно за месяц 8-10%, а прирост резюме минус 4-5%, то есть отрицательный рост. Конкуренция на рынке труда 4 резюме, активных резюме на одну вакансию по России и по Москве 6 резюме на одну вакансию. По мнению HeadHunter это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателем и соискателем. Ну, теперь предлагаю приближаться по рейтингу языков программирования. Здесь представлен индекс Teobi, то есть показатель популярности языков программирования по поисковым запросам. И тут язык Java занимает уверенное третье место по данным за май текущего года. Ну, поскольку много претензий сейчас к предыдущему индексу, пройдемся к другому источнику, это Spectrum, ежемесячный американский журнал, один из ведущих научных инженерных журналов в мире, где тоже мы видим язык Java в конце пятерки популярных языков программирования в 2022 году. Если говорить уже непосредственно по сферам использования, я взяла данные Хабр в рейтинге языков программирования по сферам использования бэк-энди, Java в 2021-2022 году занимает ли делющие позиции, как мы видим. При этом я решила показать еще такую статистику, что по данным того же исследования на Хабре в качестве первого языка программирования выбор языка Java на четвертом месте, а Java как навык, как отдельный навык, уже на втором месте среди языков, которые эти специалисты используют в своей работе уже без привязки к конкретным сферам использования. Согласно отчету сервиса Хабр карьера по зарплатам айтишника за второе полугодие 2022 года, мы видим, что бэк-энд разработчик входит в тройку лидеров разработчиков по уровню заработной платы в нашей стране. Кроме того, медианный уровень заработной платы бэк-энд разработчик во втором полугодии составил, как видите, от 150 до 200 тысяч рублей в зависимости от города. Данные Хабр карьеры, как я сказала. Медианная же зарплата, то есть половина получает 170 тысяч рублей, половина выше 170, половина меньше 170. Это по данным за второй полугодии 2022 года по позиции Java разработчиков. Как мы видим, по квалификациям зарплаты Java разработчиков June получает в среднем 87 тысяч рублей, middle 161 тысяч рублей, senior 262 и лидеры лиды 300 тысяч рублей и динамику по сравнению с предыдущим полугодием 2022 года вы видите на слайде. По данным опять же Хабр карьера. Если говорить о том, с чем придется столкнуться на собеседовании, то я хотела бы проговорить, какие вопросы, о чем вас могут спросить на собеседовании. Прежде всего вас спросят о релевантном опыте, о сути проектов, технологии, которые вы использовали, проблемы, трудности при реализации проектов, ваш статус трудоустройства на текущий момент. Как правило, есть предложение выполнить какое-то тестовое задание, чтобы потом принять решение, назначать техническое собеседование или нет. Техническое собеседование проводится уже представителями команды по секциям, могут вам предложить решать какую-то задачку, лайф-кодинг, исправление ошибок в ходе. Тут же может быть оценка уровня владения английским языком и поведенческое интервью, то есть оценка, как кандидат может вписаться в компанию, в команду по культуре и ценностям. И на слайде для опыта, для помощи вам, для подготовки к тестовым заданиям, проведения МОК-интервью, я прилагаю, вы можете сфотографировать сайты для решения задачи, тренировки, прохождения ФААН-интервью, ссылки на полезные ресурсы, можете сфотографировать, это будет очень полезно вам в дальнейшем. Собственно, в заключение я предлагаю всем подписаться на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить важные новости об учебном центре специалистов. У нас есть общий телеграм-канал слева, вот QR-код, и справа QR-код с вакансиями от наших партнеров. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Я готова передать, вернуть права. Так, коллеги, для тех, кто наслушал наш небольшой семинар до конца, промо-код, о котором говорила моя коллега, он на экране, вы можете им воспользоваться для получения скидки по дипломной программе Java разработчика. Ссылочки Марьяна кинула нам в чатик. Какие-то вопросы еще есть, коллеги? Сергей Юрьевич, у вас не высвечивается полностью слайд, вся информация. слайд не высвечивается. У вас высвечивается только промо-код без условий. Без условий, сейчас посмотрим. фреймворков. покажем. Вот они. Вот они. Так, вот здесь у нас коллеги спрашивают по поводу фреймворков. Да, существуют различные фреймворки. Я упоминал, например, Spring. Spring это в первую очередь фреймворк для бэкэнд разработки. Вот, если мы говорим про фронт-энд, то тут вопрос о том, как именно пользовательский интерфейс мы проектируем. Если это, например, веб-приложение, то часто, даже не часто, а в основном фронт-энд там разрабатывается не на джаве, а на джаваскрипте. То есть, тем или джаваскрипт. А джава выступает в роли серверной части, предоставляющей через, например, веб-сервисы информацию для того же джаваскрипта. Для веб-приложения тут следует говорить, наверное, не о джава фреймворках, а о джаваскриптовых фреймворках. Вангулар, например, реакт, вуин, какие-то другие. Если мы говорим про фронт-энд в виде дисктопного приложения, то я уже говорил, что для джавы сейчас это джава fx или как ее еще называют open fx. Если мы говорим про мобильные приложения, то под андроид. В андроиде собственные библиотеки для создания пользовательского интерфейса и они там на самом деле достаточно часто меняются. При выходе новой версии операционной системы андроида появляются новые библиотеки и здесь как говорится нужно держать руку на пульсе. По поводу свинка здесь коллеги спрашивают. Но свинка это достаточно старая библиотека. Да, ее можно использовать, она никуда не исчезла, но считается такой уже достаточно устаревшей. ее преимущество перед JavaFX разве что в том, что не требуется подключение JavaFX, потому что JavaFX подключается как внешняя библиотека, а свинк же является частью самой Java, Java Runtime Environment , и не требует подключения ничего внешнего. Для каких-то простых приложений, например, какие-то утилиты администрирования, свинк или даже более древний АВТ вполне подходит. Если же мы говорим именно о пользовательском дискторном приложении, то, наверное, все-таки следует ориентироваться на JavaFX. Что такое Java EESI? Java SE Standard Edition. Это разные редакции. Standard Edition это, собственно, то самое Java Core, о котором я говорил. Java EESI Enterprise Edition это дополнение, расширение Standard Edition, нацеленное в первую очередь на создание мобильных, серверных приложений, конечно, направлено на создание серверных приложений. Собственно, Java EESI, оно сейчас превратилось в то, что называется Джакарта, проект Джакарта, то есть это серверные компоненты, серверные модули, помогающие в создании серверных приложений. Ну, в первую очередь, разработчик, конечно, должен быть знаком с Java Standard Edition, вопрос использования Enterprise в Java зависит от проекта, а тем более, что существует Spring, который закрывает многие вопросы, которые раньше закрывала, допустим, EGB Enterprise Java Pins. По литературе, по литературе, вот здесь коллеги у нас спрашивают, для Java существует, конечно, очень много книг и описание самого языка как справочник, допустим, тот же автор Герберт Шилд, можно назвать. Есть известнейшая книжка, которая считается такой библией Java, по-английски она называется «Сынкин in Java», тоже очень полезная, хотя в русском переводе ее некоторые ругают. Еще два автора, это Кей Хортсманд, Кей Хортсманд, который и Гарри Корнелл, они там писали книги о Java уже достаточно давно, тоже можно их порекомендовать. Еще одного автора укажу, Джошуа Блох, Джошуа Блох, тоже широко известен, можете посмотреть его книги по Java. Вот здесь Олег у нас спрашивает «По факту мы изучаем Java Standard Edition?» Да, в первую очередь мы всегда изучаем Java Standard Edition. И только после того, как мы сам язык и базовые библиотеки изучили, дальше мы уже смотрим, в каком направлении мы идем. То есть, если мы говорим о серверной разработке, то нам понадобятся какие-то Enterprise компоненты, допустим, для создания веб-приложений, веб-сервисов, или, например, JPA, Java Persistence, API, для работы с объектами над строками, над революционными базами и так далее. Тут уже дальнейшее развитие зависит от направления, которое вы выберете. Но в первую очередь, да, если мы говорим про Java Core, это и есть Java Standard Edition. еще какие-то вопросы есть, коллеги? Да, еще по поводу литературы, еще одного автора назову, Брюс Эккель. Брюс Эккель, вот та самая книга, по-английски называется Thinking in Java, тоже считается такой настольный Библии. Ну что, коллеги, если вопросов нету, тогда всем большое спасибо, что приняли участие в нашем семинаре. Еще раз напоминаю про промо-код, вот он на экране, условия тоже у нас на экране. И давайте тогда, если вопросов больше нет, будем заканчивать. Всем спасибо, всего доброго и до свидания.